Как в Беларуси удалось сохранить экономику во время мирового кризиса, взаимоотношения Беларуси и Запада и перспективы Евразийского Союза? Все эти вопросы накануне звучали в интервью главы государства Александра Лукашенко сербским СМИ, общественно-политическому ежедневнику «Политика» и государственной телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии». И сегодня полная версия часовой беседы появилась в печатном издании ежедневника «Политика». Самые актуальные и интересные моменты – интервью у Дарьи Белоусовой-Петровской. Государственная телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии» – национальный медиахолдинг страны. Крупнейший вещатель на территории бывшей Югославии – Балкан. С 92-го года все главные события политики, экономики, телезрители, а потенциальная аудитория около 4 миллионов человек, узнают именно от них. Ведущий журналист-международник Бркич Боин в Минске впервые. Впервые его собеседник – президент Беларуси. В Сербии Александр Лукашенко с официальным визитом был несколько раз, поэтому первый вопрос – об отношении белорусского лидера к государству в центральной части Балканского полуострова. Уважаемый господин президент, прежде всего хотел бы поблагодарить от имени наших зрителей за ваше время и возможность сделать этот интервью. Хотел бы, как первое, спросить вас, вы более-менее часто пробываете в Сербии? И официально, и отдыхали там. Очевидно, вам что-то там нравится. Мне в Сербии нравится все. Это наши люди, это наш народ. Я исхожу из этого. Мы одинаково думаем, почти одинаково разговариваем, понимая друг друга. Я только что сказал, что мне очень нравится Белград, прекрасный, красивый, древний город, одна из красивейших столиц мира. Может быть, времена не лучше переживает сегодня Югославия, наша Югославия. Но все приходящее. Надо время. И я уверен, что сербский народ выпрямится, встанет с колен, как это было часто в истории. И он еще заявит о себе. Я в этом просто убежден. Одна из главных тем интервью – торгово-экономические отношения. Нынешние две сотни миллионов долларов товарооборота в год не предел. Стоит задача увеличить цифры до полумиллиарда, и для этого есть все предпосылки. Беларусь поставляет в Сербию троллейбусы, автобусы, грузовые автомобили и тракторы. Сербия нам – строительные материалы, металлическую арматуру, электрические аккумуляторы, овощи и фрукты. Но самое главное – успешно работает совместное предприятие по сборке тракторов. И в планах открыть еще несколько. Нам надо выстроить такой скелет торгово-экономический, вокруг которого будет вертеться все наше сотрудничество. То есть надо найти 3-4 мощных направления, хороших направления, не только торговли, это слишком просто. Создание совместных производств там и здесь, в любой сфере, это мы должны определиться. И вот, решив эти 3-4 направления, заключив конкретные контракты по ним, мы будем выстраивать наши отношения. Сегодня 3-4 направления, завтра 5-6 и так далее. Так, как и с любой другой страной. За 4 последних года мы в 4 раза по товарообороту проросли, почти 200 миллионов долларов. Это, конечно, немного по сравнению с другими странами, но это немыслимая цифра. Если посмотреть на нее, когда вообще у нас нулевой практически был товарооборот, мы его не имели. Сегодня мы в 4 раза, это очень приличный уровень. И главное, что положительная динамика. И сотрудничаем мы по всем направлениям, по всем. И в области сельского хозяйства, и в области техники, которую мы производим, и немало производим. Думаю, что Сербии надо смелее идти на восток. Смелее. Не обошли в интервью и международную тематику. Речь, в частности, зашла об отношениях с Евросоюзом и НАТО, а также об умении вести независимую внешнюю и внутреннюю политику. Сербские журналисты интересуются, как Беларуси удается сохранить стабильность в такое непростое время. В странах, похожих на Сербию, на Украину, на Беларусь, которые находятся на месту столкновения больших цивилизаций, востока, запада и так дальше, не всегда просто найти такой путь, чтобы не обижать одних или других. Сербии не удалось. Была война. Украине не удалось сейчас, что там творится. А Беларуси удалось. Нам удалось только благодаря тому, что у нас народ такой. Благодаря тому, что наш народ не удалось столкнуть лоб в лоб. Ведь в Украине сегодня идет братоубийственная война. Там брат на брата пошел. Там убивают друг друга. Это что, нормально? Наш народ сумел этого избежать. Почему? Потому что в основу политики мы в свое время положили мир межрелигиозный, межрелигиозный, межнациональный мир. Никаких конфликтов у нас никогда не было. Мы проводили и проводим такую политику, гибкую, аккуратно. Зная, что если мы будем неправильно выстраивать нашу политику, если мы где-то промахнемся, ошибемся, этим воспользуются эти гиганты, о которых вы только что сказали. Вы правы, это непростой путь. Но тут выбирать нам не приходится. Господь предопределил нам такую судьбу. И нам надо видеть все, что происходит вокруг нас, действовать аккуратно, осторожно, и не создавать проблем прежде всего своим соседям. И развивать свою экономику. Нам уже видно было моему коллеге после нескольких лет, когда снова прибыл в Беларусь, что экономика здесь действительно развивается. Безработицы практически нет. Как вам это удалось сделать в атмосфере, в ситуации мирового экономического кризиса? У нас тоже были проблемы, те, которые переживает Сербия. У нас были остановлены практически все предприятия. У нас не было продуктов питания. Это в то время, как сегодня мы на 7 миллиардов долларов экспортируем продуктов питания. И мы поняли, что все проблемы в экономике. Поэтому была выстроена линия на то, чтобы поднять наши предприятия с колен, запустить их и производить продукцию. Производить продукцию, нужную на мировом рынке. И мы начали поднимать эти предприятия. Появились какие-то деньги. Мы вкладывали в экономику. Допустим, за эти 4 года, вот этой пятилетки, она в будущем году заканчивается, мы уже в модернизацию производства вложили 30 миллиардов долларов. Это огромные деньги для нашей страны. А немалые деньги вложены были и в предыдущие пятилетки. Я думаю, где-то под 120-130 миллиардов долларов за 20 лет мы инвестировали в нашу экономику. А это новое оборудование. Это модернизированные предприятия, которые уже могут конкурировать на мировом рынке. Не обошли стороной и тему взаимоотношений Белоруссии и Запада. Как Александр Лукашенко относится к критике, проводимой в стране государственной политики, интересуются журналисты. В чем мне обижаться на Запад? Для меня гораздо важнее, чтобы, я часто об этом говорю, молодая мама вышла поздно вечером и вывезла на колясочке своего ребенка, не боясь о том, что какие-то мародеры, живодеры ее остановят и будут издеваться. Чтобы нормально жили семьи, чтобы рожали детей. Для меня это важнее, нежели поехать в Евросоюз и там поулыбаться друг к другу. Я же ведь понимаю, что они хотят от меня. И что они хотят, чего они хотят от Белоруссии. Я никогда на это не пойду и не позволю им здесь хозяйничать. Понятен интерес Сербии и к Евросийскому экономическому союзу. Договор о его создании был подписан в конце мая в Астане президентами Белоруссии, России и Казахстана. Журналисты интересуются, каким Александр Лукашенко видит будущее союза и есть ли в нем место для других стран, например, Сербии. Этого союза большая перспектива. Даже вы себя видите там. В этом союзе. Но для того, чтобы вы к нам пришли, нам надо продемонстрировать с точки зрения экономики нормальные перспективы. Нам надо показать всем, что это действительно жизнеспособное объединение. Но уже на стадии заключения этого договора между тремя государствами интерес к нему колоссальный. Я не говорю о Китае. Мы уже с ними разговариваем, сотрудничаем. Сегодня Вьетнам, Индия заявила об этом. Другие государства. Вы себя там видите. Я уверен, что Украина никуда не денется в сотрудничество с этим союзом. То есть уже на стадии его формирования большой к нему интерес. Это правильно. Потому что зарождается, как я понимаю, новый центр силы. Может быть, это дополнительный вклад в многополярность мира. Я уже говорил, что на одной опоре мир стоять не может. Потому что его шатает все время туда-сюда. Не может одна страна в этом огромном мире доминировать. Понятно, что поднимается сегодня Азия и Китай. Сегодня Евросоюз. Очень мощное объединение. И появляется вот дополнительное новое объединение, которое, возможно, станет опорой этого мира. Интервью длилось почти час. Глава государства ответил более чем на 10 вопросов. Уже в отсутствие прессы сербские журналисты тепло поблагодарили Александра Лукашенко за помощь, которую оказала Беларусь-Сербии. Недавно страна пережила самое разрушительное наводнение в своей истории. Мое интервью с президентом Лукашенко оправдал все мои ожидания. Я с большим уважением отношусь к вашему президенту. Поэтому, что он такой интересный человек. Мне немного надоело делать эти интервью с мировыми лидерами, которые чаще и чаще являются просто бухгальтерами, у которых нет визии своей страны, как они видят свою страну через 3-4 года или 5 или 10 лет. Вот президент Лукашенко не является таким лидером. И поэтому мне было очень интересно сделать это интервью. Он оправдал мои ожидания. Поэтому, чтобы был откровен, искренний разговор, получил все ответы, которые хотел. Интервью президента Беларуси сербский телезритель увидит уже завтра в прайм-тайм, 9 часов вечера. Также его будут транслировать на сербском радио. А печатный вариант вышел в издании «Политика». Это старейшая, основанная в 1904 году и одна из самых популярных газет на Балканах. Дарья Белоусова-Петровская, Ксения Рапщинская, агентство теленовостей.